Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ 10.04 в Москве, друзья. Ну и да, в этом части у нас рекорды страны. Кстати, можем сразу сказать, о чём мы расскажем. Что покажем мы, вернее, сегодня. Рассказывать будем о многом. Мы расскажем о рекорде, который заключается в следующем. Была, как это сказать, приготовлена. Самая большая яичница вообще в стране. Так, давай дальше, продолжай. Самый массовый спуск с горы на лыжах и сноубордах в купальниках. Ты слушай, хорошо. Да, мы тоже всё это увидим в ближайшем времени. Ну и последний рекорд, который в этом части мы вам покажем, друзья. О нём, конечно, расскажем. Это самая большая картина из спичек. Картина из спичек? Да, да, да. Или скульптура из спичек? Что там? Картина. Картина из спичек. Это, кстати, разные виды рекордов и искусства. Поэтому ни то, ни другое не так легко, в общем-то, воплотить в реальность. Ну и напомним, наш совместный проект рекорды страны представляет телерадиоканал Страна.ФМ и книга рекордов России, друзья. А ещё, знаешь, что нужно напомнить? Что сегодня, если кто-то хочет получить кепку эксклюзивную с логотипом телерадиоканала Страна.ФМ, то у вас тоже будет такая возможность, потому что в течение следующего часа вас, мало того, ожидают интересные всякие факты, рекорды и личности, так ещё будет викторина занимательная. И плюс ко всему, напомним, что если вы захотите поставить свой собственный рекорд, то вы можете это сделать, друзья, и прославиться на всю страну. Заходите на сайт книгарекордовроссии.ру, там есть специальный раздел «Установить рекорд». Там небольшая анкетка, она несложная, её необходимо заполнить. Ну и, собственно, всё, принимайте участие. Ещё один нюанс – необходимо иметь российское гражданство. Вот ты о всех нюансах сейчас сказал. Всё сказал, всё помню. Что, друзья, в следующем выходе мы уже начнём с рекордов яичницы, так сказать, на завтрак кушать подано. Будьте с нами здесь, на телерадиоканале Страна.ФМ. Слушай, ну, эта песня вполне могла бы быть адресована следующему блюду, который мы будем так широко освещать и пиарить. Жену, конечно, человек любит, но что он любит больше? Он любит на завтрак яичницу. Да, если человек запутался, мы сейчас всё распутаем. Распутаем, да. Очень быстро сделаем. Не путайтесь. Итак, друзья, напомним, ещё продолжается наш совместный проект, называется он «Рекорды страны», совместный телерадиоканал «Страна.ФМ» и книга рекордов России, он подготовлен. Итак, 19 августа, 17-го года, вот-вот, буквально пару дней назад, под Казани в селе Пестрицы была приготовлена самая большая яичница в нашей стране. Вот, Лера, скажи мне, самая большая яичница, которую ты готовил? Из скольки яиц? Слушай, ну, наверное, яиц 20 просто. Да ладно, серьёзно? 20? Ну, это ещё, когда мы жили всей семьёй, у нас было трое детей, берёшь такую огромную сковородку, прям хрячь-хрячь-хрячь туда лучок поджарил, хрячь-хрячь-хрячь, а потом вот так вот ещё поделал, и всё накладываешь, всё довольны, всё сбиётся. Ну, круто, могла бы быть рекордсменка, если бы не одно но. Дело в том, что в том рекорде, о котором мы вам рассказываем прямо сейчас, повара использовали не 20, Лера, а 6 130 яиц. Ой, ну и пожалуйста. В итоге получился гигантское блюдо такое, весом 367 килограммово. Сколько же они его ели, ты понимаешь? А там было много людей. Много людей? Сколько? Давай посмотрим, как всё это было. Давай, давай, давай. Друзья, давайте смотреть прямо сейчас на стране ФМ. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Я прям в предвкушении, как всё это выглядело. Мне интересно. Ага, вон у них чего. Так, это подготовительный этап. У них на огне там всё, смотри. Ага. Там противени вот такие огромные, ребят, кто не видит, там штукой к 10, мне кажется. Всё дымится вкусно так. А я представляла себе одну огромную сковородку, а тут всё по-современному. Ну, там ближе даже не к яичнице, а ближе всё-таки к омлету. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Так, давай сразу разберёмся. Омлет — это с добавлением молока, а такая яичница называется просто вот как болтанка. Ты её берёшь, всё перемешиваешь, чтобы она лучше пропеклась. В омлет ещё соды чуть-чуть посыпаешь. Да, чтобы он так... Слушай, а я не посыпаю. Ты дышал, что ты не делаешь? Нет, я просто молочка изгиваю. Я очень знатный готовец омлетов. Ну, мы с тобой можем, в принципе, претендовать на новый рекорд, но пока давай расскажем об этом. В общем, рекордная яичница была приготовлена в рамках фестиваля с изумительным названием «Вскарлупина». Да. И там был парад, карнавал молодёжных команд, фестивальных игр, красочные театрализованные легенды усадьбы Скарлупина. Гости праздника узнали о богатой культурной истории народов Татарстана. И, естественно, что мне больше всего нравится, там были огромные ростовые куклы, цыплёнок, скол, его подружка Ципа, а также петухи в ливреях и современных нарядах из трауса гуляющих. И там, кстати говоря, можно было получить мастер-класс и научиться по-настоящему, по-серьёзному готовить яичницу или омлеты. Но, друзья, чтобы побить этот рекорд, необходимо вам использовать яичницы на 10% больше яиц, чем в установленном рекорде. А там было, сейчас скажу сколько, 6 130 яиц. В общем, вот отсчитывайте 10% в плюс, и вы уже рекордсмены, возможно, о вас мы тоже расскажем когда-нибудь. Может быть. Мы вас верим, ребята. Большой вам удачи. И давайте-давайте. Слушайте, ну зачем бежать, когда можно прокатиться с ветерком? Вот такой у меня вопрос. А ты про лыжи или доску? Слушай, я про лыжи, про доску. Тут вообще не важно, на чём прокатиться. Главное, насколько эффектно ты это делаешь, так сказать, во что ты облачёшься. Вот скажи мне, Валерий, был ли в твоей жизни такой опыт? Сноуборд или лыжи горные? Нет, нет, нет. Я даже на роликах, знаешь, они у меня вот как-то вот так вот разъезжаются. Я думаю, если я на лыжах поеду, меня разорвёт пополам. Понятно, не твоё. Не моё пока. Не хотелось бы на это посмотреть. Хотя это был бы рекорд. Да-да-да, это было бы достаточно забавно, но недолго. Слушай, ну мало того, что есть люди, которые катаются, понятно, причём, да, их много, огромное количество, и с каждым годом, мне кажется, всё больше. Делают это грациозно. Не только грациозно, они делают это в купальниках или плавках. Ну вот, им есть что показать, в них пресс кубиками поделить. Вот так вот. Ну, в общем, 22 апреля 2017 года, в этом году, на горнолыжном курорте Шерегеш, что в Кемеровской области, был установлен вот такой рекорд. Самый массовый спуск с горы в купальниках, на лыжах и сноубордах. Но, между прочим, это уже стал традицией закрывать зимний сезон катания фиксированием нового рекорда России. Итак, друзья, в чём заключался рекорд? В этот раз организаторы побили свой рекорд прошлого года, 2016-го. В прошлом рекордом Зайзи участвовало 1111 человек. Красиво. А уже в этом году, с горы Зелёная, в купальниках и плавках спустились 1498 лыжников и сноубордистов. Не хватило двух человек для красивой цифры. Это ж мы с тобой, Кутуз. Ну вот, может, присоедимся к следующему году и поставим тоже рекорд. Давай посмотрим, как они в этом году. Давайте посмотрим, как всё это было. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну-ка, ну-ка! О-о-о! Это тот случай, когда у меня пропадает дар речи, я его практически теряю. Слушай, реально огромное количество людей. Ну, не только там русские красавицы. Всего на фестиваль съехалось 6000 туристов. Среди спортсменов были жители Германии, Индии, Италии, Китая, США, Франции, а также регионов России, Кемеровской области, Новосибирска, Красноярска, Барнаула. Мордовия, Санкт-Петербурга и Москвы. Причём, знаешь, если не смотреть вот на снег, да, вниз, если смотреть только вот в верхней части, да, вот такое ощущение, что как будто бы, да, это какой-то пляж. Смотри, сколько народа! Ну, здорово, да, садись. Это потрясающе. Слушай, отважные люди. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну и давай расскажем, что рекорд был зафиксирован в рамках ежегодного фестиваля «Грелка». Ну, хорошее название для фестиваля такого толка. В 2017 году открыл катание заслуженный мастер спорта и серебряный призёр зимних олимпийских игр 2014 года, Александр Бессмертных. И, ты знаешь, там ещё интересные сведения про самого взрослого катальщика и про самого младшего. Но, кстати, там не всё так просто, потому что есть основное требование, оно же главное, к внешнему виду участников. Это наличие только купальников или шорт выше колен. Вот эти призри длинные уже не подойдут, понимаешь? Шлемы должны быть обязательно, перчатки обязательно, коленно-локтевая защита, ботинки, лыжи или сноуборги. Ни одной девчонки не видели в шортах выше колен, а ну, да ладно. Так вот, по поводу... Это к мальчишкам тем, что... Самый младший, его, был 13-летний участник Стас Кривошиев, а самый старший, 73 года, это Эдуард Нефёдов. Какие вы молодцы. Друзья, вы можете побить этот самый рекорд. Для этого вам необходимо, чтобы в спуске с горы приняло участие на 10% больше лыжников и сноубордистов, чем установлены на рекорде. Ну что, ясные дни у нас всё. Ту-ту, тю-тю. Но они не имеют никакого отношения к рекордам. Да, потому что... Потому что рекорды продолжают устанавливаться. Друзья, напомним, телерадиоканал «Страна ФМ» и «Книга рекордов России» продолжают знакомить вас самыми свежими, удивительными и уникальными рекордами. Мы о них рассказываем прям чуть-чуть. И показываем тоже. Слушай, мне кажется, что вот для таких кропотливых рекордов, о которых мы сейчас будем рассказывать, пасмурные дни, наоборот, самое то, когда человек ни на что не отвлекается, сидит себе и кропотливо, вот прям спичечка к спичечке всё собирает. Именно так поступил Сергей Турчинов. Ради интереса он собрал домик из спичек для начала. Увлечение его потихонечку затянуло, и в итоге через год он смастерил целую картину из спички, и она оказалась в три раза больше, чем предыдущий всероссийский рекорд. Итак, прямо сейчас мы покажем вам и расскажем о самой большой картины из спичек в нашей стране. Параметры этой картины 120 на 92 сантиметра. Количество спичек, использованных для её создания, ой, какое страшное число, 124 366 штук. Это в каком магазине он столько спичек нашёл? А это не важно. Важно, что рекорд. И мы на него прямо сейчас посмотрим, друзья. Давайте смотреть. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну вот, собственно, этот человек Сергей Турчинов. Как красиво! А, слушай, я думал, там прям спички спички, а там картина. Картина, как он это сделал. Борьба добра со злом, света с тьмой. Угу. Слушай, из таких модулей, да, всё это состоит? Я правильно понимаю, что он каждую спичку красил вручную, да? Да, говорит, что он каждую спичку. А их, напомним, было всего 124 366 штук. Потрясающе. Слушай, издалека картинка, как будто маслом написано. Да? Ну реально, да, произведение искусства. Не просто какая-то картиночка такая из спичка. Главное, чтобы никто не ходил и не чиркнул там. И вот размер обозначен, который мы заявили. 92 на 120. Круто! Круто! Слушай, художник человек. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. И самый интересный момент, друзья, что значит Сергей Турчинов работал на датой картины из спичек ровно полгода. В день работа занимала 3-4 часа. Ну как на работу ходил, да. Представляешь, выдернуть из суток 3-4 часа для того, чтобы сделать это, но оно тому стоило. А еще ты совершенно справедливо заметил, что картина называется «Борьба добра и зла». До этого он хотел трех богатырей собрать, но понял, что все-таки из спичек там очень много мелких деталей, нюансов цветовых не получится так. Поэтому вот «Добро и зло» оказалось как-то попроще, чем «Три богатыря». Ну это действительно, Лера, официальная информация, ты была права. Каждую спичку он красил вручную, и всего было использовано 16 цветовых оттенков для того, чтобы создать шедевр. Потрясающе. А еще вот где-то через год после этой картины, да, собрал самую большую башню из спичек в России. То есть он увлекся и идет, идет в этом направлении и ставит потрясающие рекорды. Мы ждем от Сергея продолжения, друзья. Новый, кстати, тоже может побить. И этот рекорд необходимо вам для создания картины на 10% больше спичек использовать, чем это было установлено в рекорде. Так что дерзайте. А еще будьте, пожалуйста, внимательны, потому что уже в следующем выходе мы разыграем кепку от телерадиоканала «Страна.ФМ». Это будет эксклюзивная кепка. Ну и вопрос будет уже по пройденному материалу. Ох, какой красивый клип уюта. Я вот прям смотрю каждый раз, думаю, вот цветовые сочетания. Но там и не только клип, там и сама Юта. И сама Юта, прекрасно, да, очаровательно. Но не о ней мы сейчас. Мы сейчас даже не о рекордах, а о том, что я загнула насчет пройденного материала. Этот материал был для самостоятельной работы. Мы сейчас о нем расскажем, и он будет уже пройденный практически. Ну практически. Ну что, начнем с вопросом? Друзья, итак, внимание, 3 июня прошлого года в Астраханской области родился мальчик с самым большим ростом среди новорожденных в нашей стране вообще, да? За все время так было. Каков был рост рекордсмена при рождении? У нас, как всегда, традиционно есть три варианта ответа. Первый вариант – это 70 сантиметров. Второй вариант – 75 сантиметров. Ну и третий вариант – 78 сантиметров. Итак, еще раз вопрос, друзья, внимание. Каков был рост рекордсмена при рождении у этого богатыря изначально уже? 70 сантиметров? 75. Или 78? В прошлом году родился мальчик, пишите, вот Сапа Вайбер 8909-928-189, ну и давай, может быть, десятый. Ну пусть будет десятый, действительно. Да? Тот получит одну скепку с логотипом телевизора. А пока мы продолжаем рассказывать о других рекордах, установленных не так давно в нашей стране. Итак, самая массовая организованная транспортная колонна. 9 мая, два года назад, в 15-м году, в Липецке, в честь 70-летия Победы, в Великой Отечественной войне, была организована самая массовая транспортная колонна. Итак, результат этого рекорда – 327 единиц транспорта. Ну, автомобилей было только 320, было также две патрульные машины и три мотоцикла. Ну, изумительно. Самая высокая канатная дорога в России находится в Кабардино-Балкарской республике на горе Эльбрус, соединяет станции Мир и гора Баши. Открылась канатка 27 декабря, опять-таки, 15-го года, видимо, он был славен на рекорды. Она поднимает туристов на высоту 3847 метров, что делает ее самой высокой канатной дорогой в нашей стране. Круто, но я, как бы, наверное, повременил. Боишься? Повременил бы я как-то с этим делом. Смотри, очень трендовый такой рекорд. Наибольшее количество просмотров видеоролика без дизлайков на YouTube. Ух ты! 12 августа прошлого года книга рекордства России зафиксировала видео на YouTube с наибольшим количеством просмотров без дизлайков. Создатель ролика Курбатов Николай из города Перми. Его видео — это русский фан-ролик к фильму «Выживший» с Леонардо Ди Каприо. Ролик сам называется «Выживший». 20-16, количество просмотров 76 717. Вроде бы немного, если бы не одно «но». Дизлайков ноль! Слушайте, Николай, ну, мне кажется, это говорит о многом. Вы гениальный режиссер, который смонтировали так, что даже официальные трейлеры нервно вышли в коридор. Слушай, ну, ничего там грека таить. Все мы бываем в YouTube по несколько раз в день, да, и видим огромное количество роликов. Благо, контент богат сейчас, да. Я не видел за всю свою жизнь ни одного ролика с нулем дизлайков. Вот вообще никогда просто. Ну, значит, только представь себе, это было гениально. И, кстати, на данный момент у него, может быть, просмотров уже и намного больше. Сейчас проверим, сейчас все посмотрим. Надо зайти, кстати, посмотреть, действительно интересно. А мы в вас верим, вы участвуете, я надеюсь, в Викторине. И на кону у нас кепка с логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ». Итоги Викторины мы подведем в конце этого часа. А в следующем часе еще больше рекордов страны. Слушай, так хорошо, как много талантливых, интересных, вообще просто разнообразных людей в нашей стране. И все они делают рекорды страны вместе со «Страной.ФМ» и книга рекордов. Ну, кстати, я смотрю на рекорды, я даже предположить не мог, что такие рекорды вообще могут существовать. А знаешь, как это вы сможете? Они есть, они есть. Я попробовала здесь вот. Наибольшее количество щелчков пальцами за одну минуту. 26 февраля прошлого года подкопая по Алексею Юрьевичу из города Челябинск установил, на первый взгляд, простой, но на самом деле невероятно сложный рекорд. Наибольшее количество щелчков пальцами за одну минуту. Сколько он сделал, знаешь, щелчков? Так, это за одну минуту, это больше, о, это... Слушай, я могу сделать всего три раза, а потом они щелкают, перестают, перестают, я не знаю, в чем секрет. Может, как-то на них они поплевать? Некоторые и начать не могут. Не могут, да? Я могу только правой рукой, левой не могу, у меня не получается. Да, абсолютно. А, да, я тоже. Вот, видишь? Ну, ладно, едем дальше. Все не так просто. Самый длинный праздничный стол в России 23 августа накрыли 14-го года во Владикавказе. Мероприятие, на котором был установлен этот рекорд, называлось «Горько-2 застолье». Длина праздничного стола составила, ух ты, вау, тысячи километров, и любой желающих мог присоединиться к массовой традиции. Минуточку. Километр один, а вот метров тысяча. Тысяча километров праздничный стол, это знаешь... А там могут так накрыть, там могут. Но из-за этим я бы тоже откушал с большим удовольствием. Да. Прямо немедля. Слушай, по поводу откушал, да? Может быть, не пора нам еще награждать победителя? Победителя? Ну, я думаю, что... Давай быстренько, вот смотри, еще рекорд есть коротенький. Самая длинная палка для селфи, ну, монопод, да, в России, значит, длина составила 500 сантиметров, это 5 метров. Да, 5 метров монопод не просто показали, но перевели в действие и сделали на него массовые снимки. Во Владивостоке все это красота. Монопод, это нормально, да, 5 метров? Вообще шикарно. По-моему, хорошее. Ты не так показываешь, ты показываешь метр даже. У меня руки не растягиваются. Может быть, когда-нибудь установлю рекорд. Давай к победителю. Давай к победителю. Спрашивали, мы самого такого росленького ребятеночка в 2016 году родили в России, каков был его рост, там были ли варианты 70, 75 и 78. В общем, ответ правильный такой. Наиболее, наибольший рост новорожденного в нашей стране составляет 70 сантиметров. Рекорд принадлежит мальчику Рындину Константину, родился он 3 июня прошлого года в Астраханской области. И 10, да, или 10? Да, 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 было недостаточно просто знать, нужно было попасть им на 10, им стал абонент, чей номер заканчивается на 3, 4, 5, 6. Есть мужчина, судя по фотографии, мы вас... Хотя не видно далеко. Мы вас поздравляем, вы молодец, и эфир с вами свяжется и расскажет, как вы получите свою кеф. Спасибо вам большое, но нам, друзья, осталось напомнить, что если вы захотите установить собственный личный рекорд, все возможно, можете прославиться на всю страну, достаточно зайти на сайт книгарекордовроссии.ру, там есть раздел специально, называется он так по-понятному, установить рекорд, заполнять анкету и все, участвуйте. Ну, да, самое главное, иметь какие-то таланты, возможности и гражданство российского государства. Это немаловажный факт. Ну что ж, на этом все у нас на сегодня с рекордами страны. В следующий понедельник, ровно через неделю, очередные наикрутейшие, наиуникальнейшие рекорды. С ними вас познакомим, не только расскажем, но и покажем вам их. Ну а все эти 4 часа с вами были Влад Кутузов и Валерия Майорова. Любим, целуем, успешного, классного, легкого понедельника, ну и всей трудовой недели, да? Ну да, конечно, всем пока и счастливо! Пока-пока! Рекорды страны на телерадиоканале Страна-ФМ.